Здравствуйте, в эфире программа «Крупный план». Меня зовут Владимир Сметанин. И «Крупным планом» сегодня у нас тема, а вернее проблема зачисления девчонок и мальчишек в муниципальные детские сады. На эту тему мы будем говорить сегодня с Владимиром Костиным, руководителем Кировского регионального отделения ЛДПР. Добрый день. Здравствуйте. И Ксении Поляковой. Это мама, ребенка, у которого возникли, по всей видимости, проблемы с зачислением в муниципальный детский сад. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Я тут тоже на правах отца, моему сыну 2,7. Ну, понятное дело, что в выгодном положении тут находятся те, кому уже исполнилось 3 года, да, и они получают в первую очередь. Опять же, не все. Место, да. А моему 2,7. Мы в конце 2013 года родились, и вот пока мы в таком взвешенном состоянии находимся. Дадут нам, что дадут, где дадут, пока еще ничего неизвестно. Какие многие. Да. Во взвешенном состоянии. Ну, безусловно, мы и вашу, Ксения, историю осветим и попытаемся найти какие-то пути выхода, да, из этой проблемы. И очевидно, ваш, Владимир. Да. Ксения, подробнее у вас дочка, сын. Проблема статистическая, да, сын. Сыну 2,11, соответственно, родился бы Юрий. Нам предоставили садик далеко не по месту жительства, за и подругом, хотя живем мы на Сурикова. И нас таких много, практически весь район Дружбы оказался в такой ситуации. То есть, те дети, кто родился после мая, не получили садик в своем районе, а где-то на выезде он с ним. Владимир, это само нарушение, хочу спросить? Да. Есть СанПин, который четко прописывает шаговую доступность детских садов для людей, которые туда ходят. Шаговая доступность, это сколько? 300-500 метров. 300-500 метров. Соответственно, нам можно это преодолеть, расстояние выгодом запись. Ну, наверняка, наверняка, да. Чтобы дойти до детского сада. Ну, все понимают, можно ребенка возить в детский сад на автобусе, на машине, но если ни того, ни другого в семье нет, ну, возможности возить на автобусе чисто по времени, да, машины нет, то крайне сложно попадать в детские сады детям, родителям, соответственно, вовремя на работу. И вот эта проблема, пожалуй, сейчас ключевая, потому что, ну, худо-бедно, места в детских садах дают, но где дают, вот это большой вопрос. Форумы, на которых сейчас сидят практически все мамы, а даже уже и папы, переполнены как раз негодованием, связанным как раз таки с местами, где дают детские сады, когда людей из Солнечного берега отправляют в Русское или в Субботиху. Это, на самом деле, норма для Кирова. А еще на шумевший случай, по-моему, из Чистых прудов, где-то в Ленгасово, по-моему, так. Это нормально, это нормально, причем отправляют и в Ленгасово, и в Дороничи, это все очень считается Ленинский район, все правильно. Вы не согласились, да, с выделенным местом? Понимаете, я пришла в числе, можно сказать, первых, занимала очередь, как сейчас делают. Занимала очередь, мне предложили единственный садик, 27-й, без вариантов. То есть, девушка, 27-й, придете в октябре, напишите заявление. Меня успокаивали, у меня руки дрожали, меня успокаивали, сказали, придете, все у вас будет хорошо. А почему в октябре, вам в июле исполнится уже территория? Мне сказали в октябре прийти, ну, с этим времени, потому что я хочу по месту жительства садик получить. И, может быть, либо в течение года, либо на следующий год у нас появится такая возможность водить ребенка в детский садик. Поближе к дому? Да. А вы в какой подавали заявление? Тот, который ближе к дому в том числе? 188-й, 147-й. Который в непосредственной близости, да, располагается? Да, ну, как раз 300 метров. 300 метров у меня практически, да, 6 садиков в такой вот пешей доступности, 300 метров, не в один не попали. Перед вами лежит некая бумага, что это за бумага, это ответ? Ответ от департамента образования на мои обращения. Да, да, на обращение в сторону администрации президента. Вот, здесь прописано, что, ну, вот, все у нас, все хорошо, все по закону. Садик вам пока не дадим. Вот, уже знаете, вот, честно говоря, я улыбаюсь только вот смотря на эти отписки, потому что уже заранее знаю, что... Так, подождите, давайте восстановим хронологию событий. Вы сначала получили вот эту путевку, да, а потом начали писать. Рассказывать свои недовольства. Начала писать, возмущаться, вникать в ситуацию, потому что, честно признаться, я об этой проблеме до этого года не знаю. Ну, и, соответственно, власти об этой проблеме молчат. Каждый год отчитывается, что все у нас хорошо, садик предоставляются, дети трех лет все обеспечены детскими садами, но, по факту, это далеко не так. Даже вот в данной отписке написано, что детям 2012 года были садики предоставлены всем по достижению трехлетнего возраста. Это в первом абзаце данного ответа. Дальше же я вижу ситуацию, что вот, опять же, в 2016-2017 годах выданы направления в наш микро-район, микро-район дружба детям 2012 года, 2013 года и так далее. Это озвучивалось, кстати, и на собраниях, на которых приглашают родителей, и, опять же, на вопросы, почему мест не хватает, вроде бы, как, согласно статистике, всем должно бы хватить детям, рожденным в 2013 году. Всплывает, опять же, информация о том, что детям 2012 года, оказывается, мы закрываем долги, там, порядка двух тысяч путевок. Долги? Долги. Ну, можно так сказать. В 2012 году дети, которые родились, очевидно, что в 2016-м уже больше, чем три года. Об этом говорит сам начальник департамента, Петрицкий. Он сказал, что вот порядка двух тысяч детей в этом году обеспечено, в 2012-го года. Ну, как можно закрыть полностью всю потребность в детских садах для детей 2012-го года рождения и при этом в 2016-м все еще устраивать их? То есть, в прошлом году, вроде бы, как у нас все, долгов, опять-таки, нет по местам в детских садах, а сейчас выясняется, что, оказывается, две тысячи человек все еще претендуют на места в детских садах. Если это перераспределение, наверняка две тысячи путевок появляются в других детских садах. Если ребенок приезжает в другой детский сад, соответственно, в этом детском саду появляется место, на практике этого не происходит. Соответственно, мы делаем вывод, что в отчетах чиновников, в отчетах того же Петрицкого есть наверняка какие-то несостыковки, как минимум, как максимум, просто ложь. Ксения, вы что-то сейчас собираетесь предпринимать или будете ждать октября, пойдете в детский сад, будете писать заявление? Я. Владимир, какие еще варианты есть? Вы знаете, вариантов на самом деле не так уж и много, с одной стороны, с другой стороны, не так уж и мало. Вариантов для Ксении совсем мало. Вариантов для департамента образования, на мой взгляд, много. Почему возникает ситуация, о которой мы сейчас говорим? Сдается детский сад в Уронцево. И полностью все, сколько, 8-12 групп, которые могут туда ходить. Сколько там мест? Честно скажу, по Уронцево не скажу точную цифру, наверняка это от 8 до 12 групп, умножаем на 20 человек, мы там на 25 получаем количество детей. Так вот, если детей одного возраста отправлять в этот детский сад, то резонно предположить, что места в этом детском саду появятся только через 3 года, когда дети будут выпускаться. Не раньше, соответственно, если вдруг люди, проживающие в Уронцево, за этот период будут иметь необходимость попасть в детский сад, у них этой возможности не будет. Ровно по той причине, что все места заняты на 3 года. Пока они в школу не уйдут? Аналогичная история с чистыми прудами, аналогичная история с пригородами, то есть Костиной и так далее. То есть ничего сейчас департамент для того, чтобы эту ситуацию исправить, не делает. А что он, на ваш взгляд, может? Что он может принять? Вот те очереди, которые и в этом году, и в прошлом, вот Ксения сказала, что не сталкивалась с этим, да? Мамы, которые на год раньше родили детей, сталкивались в прошлом году. И вот это как снежный ком, проблема катится у нас под горку. Департамент ничего не делает. Что можно сделать? Можно, опять же, грамотнее и плотнее работать с родителем. Если им будет объяснено, какой порядок перевода ребенка в детский сад, вот Владимир, я уверен, вы не знаете. Может и... Ну, все, видимо, начинается с заявления. И заявление очевидно, и наверняка после этого нужно на общем собрании родителям объяснить, на сайте департамента образования города Кирова, может быть, даже области, повесить некую пометку, в которой будет все расписано. Когда, куда, с каким заявлением, для чего это нужно, сколько нужно потерпеть, потому что, опять же, я общаюсь с мамами, читаю форумы, и многие готовы потерпеть. Если потерпеть нужно полгода, а потом получить место в том детском саду, где, собственно говоря, получишь... Как у нас сейчас-то все это получается, сначала надо потерпеть, потерпеть, потерпеться, а жить нормально хочется? Хочется. При всем при этом, в прошлом году 600 миллионов, 623, если быть точно, было потрачено на строительство и реконструкцию детских садов. Ну, вроде бы, деньги большие, при всем при этом понятно, что стоимость одного детского сада, если он новый современный, это порядка 200 миллионов, и мы получаем всего максимум 3 детских сада новых, и плюс какая-то модернизация старых. Не решит проблему эта сумма, очевидно. И терпеть, согласен, мамы не хотят по одной простой причине. Они-то потерпят, а дай бог, когда-то наступит... Или тратить тысяч, да? Все правильно, что потратили. Речь не об этом. Речь о том, что, если уж есть сложности, давайте их решать хотя бы какими-то подручными средствами. Давайте работать с мамами, с папами, с детей устраивать по месту жительства. Потому что, еще раз говорю, тот же, например, Урванцево, не будет там места 3 года сейчас. Если, опять же, вдруг родители не пойдут выбивать путевки, вернее, места в детских садах, уже получив путевку Урванцево. Шаговая доступность. Родители октября, родители не обрели, мы уже спрашивали об этом, да. Да, то есть, есть уже сейчас потребность, то есть, ноябрьским детям не достанется. Мы с ним. Не достанется места в Урванцево. Ноябрь 2013 года, да. Они говорят, мы бы хотели попасть, но нам уже не дают. Мест уже нет. Это проблема каждого года. Особенно, серьезная проблема касается детей, которые родились в декабре. На самом деле, уверен, что дети января и дети декабря одного года рождения государству равноважны. Но при всем при этом в детские сады их как-то записывают по-разному. И, ну, они, наверное, подрастут и спросят у государства, почему так, чем они хуже. Но пока за них это делают родители. Ответа не получают. Вот корень проблемы как раз-таки в отсутствии работы с населением. Еще раз большой привет передаю главе партнерного образования города Кирова, господину Петрицкому. На мой взгляд, человек занимается не своим местом. Ксения, ну, возвращаясь к вопросу. А к вам что вы собираетесь предпринимать? Вы хотите ждать октября? Ну, пока обращение везде направило, где можно. И Быкову, и в администрации города Кирова. Да, конечно. Соответственно, и на имя губернатора города, точнее, области нашей. Соответственно, мы пытались отправить обращение товарищу Жириновскому. Надеюсь, дойдет. Надеюсь, увидит. Надеюсь, увидит мои предложения. Рассмотрит. А что за предложение у вас? Предложение. То, что можно сделать по факту уже сейчас. То есть, допустим, опять же, детям, тем, кому достались садики далеко не по месту жительства, можно хотя бы попробовать обеспечить транспортом, предоставить служебные автобусы. Отдельный транспорт, чтобы он возил пилитешек вместе с родителем. Да, чистые пруды. Очень много детей в 27-й садик попали из чистых прудов. Если мама одна, если папа на работе, если машины нет, то доступность образования, то есть, никакой доступности образования вообще речи тут не может. Ребенок не попадет. Еще какие предложения у вас есть? Самое главное предложение, я думаю, это возвращение детских садиков старых. Соответственно, детский сад, который... Вы имеете в виду реконструкцию обратно? Обратно, да. В детский садик, вот те детские сады, которые в 90-е у нас, известная история была, перепрофилировались, превращались там в какие-то офисы, мусловерчики и так далее. При этом они не могут перестать быть объектом муниципальной собственности. Их необходимо возвращать. И, по крайней мере, даже по нашему району я нашла очень много бывших детских садов, где в данный момент располагается все, что угодно, кроме них. Владимир, мы на самом деле об этом говорили. А как много вот таких, как мы, так скажем, в поле зрения нашего находятся? Путевок выдано в этом году 7000 визуков. Официальная цифра. По разным данным, людей, которым не хватит путевок вообще, порядка 500. Но это цифры, которые говорят, но нигде не пишут. То есть во всех отчетах, я говорю, что ноль задолженность по местам детских. Но откуда-то они взялись, вот эти 2000 человек, которые претендуют на места в детских садах в этом году. И претендуют, как видится, вполне законно. То есть по декабрю прошлого года задолженности по местам в детских садах нет, все получили в 2012 году. А вот в 2016 году появляется какая-то там заложенная в 2000. Откуда? При этом власти говорят, что в этом году проблема заключается в том, что у детей в 2013 году родилось очень много, гораздо больше. Это неожиданно, да? Это неожиданно. Меняют какую-то длину. Не знаю, у нас и зима приходит неожиданно для коммунальных служб. И, видимо, дети рождаются тоже неожиданно. Неожиданно. Убежден, что точно так же эти дети неожиданно пойдут в школу. И мест, опять же, в школах у нас уже снова не хватит. Это очевидно, на самом деле. Потому что были пики рождаемости в середине 80-х, было очень много детей. И тогда как раз многие школы у нас появились. Потом их как-то реорганизовали, закрывали детские сады. Та же история. Продавали, передавали. В итоге сейчас мест в детских садах нет. Но пока все молчат о школах. На самом деле, те же мамы, которые сейчас в очередях стоят для получения мест в детских садах, будут стоять в очередях для того, чтобы получить место в школах. Ваши рекомендации в оставшиеся? Ну, очевидно. Небольшое время. Очевидно, что Ксения абсолютно верно заметила, что нужно, во-первых, возвращать детские сады в ведение муниципалитета. То есть они должны стать детскими садами, а не офисами, а не магазинами. Они все еще есть. Эта работа ведется. Но достаточно эффективно, большой вопрос. Раз, не все еще передано, значит, недостаточно эффективно. Второе. Нестандартные ходы, конечно же, должны иметь место. Муниципальные какие-то транспортные маршруты, которые будут возить детей в детский сад. Может быть вариант. Может быть. Но, как мне видится, все-таки нужно задачиться. Это тоже деньги просто. И, наверное, стоит озадачиться тем, чтобы... Ну, знаете, экскурсии по городу проводят за 100 тысяч рублей? Ну, тоже соглашусь, когда ЦБ сейчас мечтает создать какое-то муниципальное такси, чтобы убить вот этих таксистов, которые существуют. Создана эта самая. Это бред полнейший. И, наверное, если уж креативят люди, то креатив должен быть направлен на то, чтобы реальные проблемы решать. Ну, и, конечно же, повторюсь еще раз, нужно повернуться лицом департаменту к жителям нашего города, а в данном случае к мамам и папам детей, которые претендуют на места в детских садах. Сейчас этого не происходит. Что сложного в том, чтобы на сайте департамента организовать форум, где, если уж департамент сам не может, сил не хватает, предположим, родители сами могли бы, допустим, обмениваться, договариваться обменяться в детские сады. Ведь парадоксально в Коминтерне люди живут и не могут получить детские сады в Коминтерне. А в качестве, опять же, некой меры места краткого пребывания и так далее, детям, которые родились в октябре, допустим, предлагают в Коминтерне... Они живут в Кире. Пожалуйста, приезжайте в Коминтерне. Коминтерне такие должны ездить в Киров. Это ситуация. Мы в 2013 году еще об этом говорили. Ничего не поменялось. Где глава департамента? На этом завершается время нашей программы. Напомню, что эта программа «Крупный план». Гости в студии Владимир Костин, руководитель Кировского регионального отделения ЛДПР и Ксения Полякова, мама сына, который столкнулся с такой проблемой, с проблемой попадания в муниципальный детский садик. Всего доброго. Спасибо.